В Кировоградской области четверо переселенцев с Донбасса могут в любой момент остаться на улице. Местная администрация разводит руками. Хозяин дома имеет полное право на это выселение. Кто создал эту ситуацию и кто теперь будет искать из нее выход? Разбирались мои коллеги. Скромный дом в центре Александровки. Здесь на 20 квадратных метрах проживают бабушка с внучкой и внуком. У мальчика инвалидность. В Александровку они приехали из Донецка. Отец детей остался там. Мама уехала на заработки. В этот дом три года назад их поселили местные чиновники. Соседи не остались в стороне. Помогли переселенцам отстроить и обустроить заброшенное помещение. Заросли, деревья пиляли. Тойлет развален был. Все это дело. Крышу делали. Там стекла позастелили. Три с половиной года никто не трогал нас. И мы как-то думали, ему осталось полтора года доучиться до школы. Один из классов. Тогда бы я соврал и уехала. Но полгода назад в дверях с документами появился владелец дома и потребовал, чтобы люди выметались прочь. Каждую ночь стою среди ночи и думаю, боже, не придет ли он, что будет дальше, что она, куда идти, кому идти, некому, не понимаете, некому. Во второй части дома тоже живет переселенка Сталина Михайловна из Горловки. Женщина едва передвигается с помощью тросточки. Говорит, объявившийся владелец дома постоянно их терроризирует. Приходил, говорил, что я на вас ментов напущу, присылал письмо, что вот вы мне 1 августа, чтобы выселились. Пусть найдут, куда мне бежать, говорю, или костылять, скорее всего. Люди никому не нужны. Никакие. Ни беженцы, ни коренные, никакие. Почему решил выселить людей именно сейчас и почему не был против их заселения 3 года назад, подробности попытались выяснить лично у владельца дома. Он живет тут же, в Александровке. Общение с журналистами избегает. На звонки не отвечает. Двери нашей съемочной группе также никто не открыл. В райгосадминистрации объясняют. Переселенцы в дом поселил предыдущий поселковый голова. Об этом он устно договорился с владельцем заброшенного на тот момент дома. Помешать выселению людей, говорят, чиновники не могут. Владелец дома имеет полное право требовать освободить его частную собственность. Поэтому советуют переселенцам искать съемное жилье. Мы дали сейчас оголошение районной администрации, нашу районную газету, про то, что мы готовы разговаривать с владельцем жилья и расследовать варианты по переселенню. Вот оно в прошлом номере уже вышло. Я думаю, они сами тоже должны это жилье подшуковать. Вы понимаете, что это должны делать не только органы местного самовырядая и государственной влады. Они тоже должны шукать варианты, которые их должны бы задовольнить. Сейчас владелец дома пытается выселить людей через суд. В сельсовете пообещали, будут просить судью отсрочить выселение хотя бы до окончания топительного сезона. Анастасия Крылатая, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кировоградская область.